Здравствуйте, в эфире в центре внимания, в студии Евгения Монакова. Специалисты центров тестирования ГТО со всей страны недавно были в городе Казань, где они проходили курсы повышения квалификации. Что они там узнали, какие есть новые тренды и направления, и как вообще у нас, насколько охотно сдаёт ГТО. Поговорим сегодня с руководителем центра тестирования ГТО Николаем Платицыным, а также специалистом этого центра Ольгой Смолич. Здравствуйте, Ольга, здравствуйте, Николай. С приездом вас надеюсь, что там было много интересного. По крайней мере для вас профессиональной информации наверняка там было море, правильно? Да, конечно. Чему вообще учили? Говорили вообще о работе центра тестирования, потому что курсы назывались «Организация работы специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готовка к труду и обороне». То есть мало просто наладить какую-то сдачу всеми-всеми норм ГТО, да? Это далеко не всё. Выполнение норм ГТО – это только та часть, которую видит участник, который пришёл. А вся работа, конечно, она скрыта вот в кабинете, где работают специалисты, администраторы, руководители центров тестирования. Ну что ж, как вообще, насколько активны центры ГТО по стране? Вот вы как-то с коллегами там обменивались информацией? Вообще все приехали? Много было? Было, на очную часть приехало порядка 112 человек. Вообще всего участников было больше 300 человек, да. То есть очень большое количество специалистов прошли обучение. И самое бесценное, конечно, это опыт, это взаимодействие, это новое знакомство, это знакомство с федеральными операторами, после взаимодействия с которыми у нас очень много планов, и мы готовы это внедрять в нашем городе Благовещенске, в нашем центре для тех людей, которые захотят кто-то, возможно, повторить какие-то свои достижения, и кто-то по новой пройти тестирование. Я знаю, что с Дальнего Востока вы вообще одни были, да? С Дальнего Востока мы были не одни, мы были одни с Амурской области. А, с Амурской области. Несмотря на то, что у нас 29, если не ошибаюсь, центров тестирования по области, мы были одни с города Благовещенска. А с Дальнего Восточного федерального округа были представители с Саха-Якутии и с Сахалина. Ну, не так много, на самом деле, да? Нет, конечно, нет. Ну что ж, давайте тогда про новые направления, хотя бы даже для ваших коллег вообще в работе немного расскажем. Вообще, какие формы, кроме непосредственной организации сдачи нормативов ГТО, какие еще существуют? Как вообще, какие проблемы, самое главное, существуют у вас? Есть они вообще? Одна, наверное, из насущных проблем, о которой говорили все, это, конечно же, судейство. Так. Именно, как ни странно, очень много субъективизма есть именно в судействе, потому что, насколько бы не был профессионален судья, есть, конечно, доля субъективизма. То есть, например, нельзя, ну невозможно в методических рекомендациях расписать пошагово каждый момент. И поэтому, как вот нам правильно сказали, что каждый судья в зависимости от своего опыта между строк читает по-своему. И поэтому бывает такое, что, ну так оно и есть, в принципе, и у нас, и у наших коллег по другим центрам тестировано. То есть, одно мероприятие, да, один норматив принимает два судьи. И два судьи могут принимать эти нормативы по-разному. Кто-то видит нарушение в чем-то, кто-то не видит. Это зависит от опыта именно судей. И это, да, это, как ни странно, одна из самых таких... Это один из ключевых, да, наверное, вот таких моментов, которые мы обсуждали и на лекционных занятиях, и на практическом занятии с президентом, да, по-моему, Всероссийской Федерации Палеотлона, да, Олегом Лилисовым. Ну, вообще на всех соревнованиях проблемы судейства, да, скажем честно, ничего не поделать. Тут субъективный вот этот фактор, наверное, в принципе, никак не убрать. Или можно убрать? Нет, почему? Есть виды, которые объективны, то есть... Ну, то есть там, где можно замерить. Да, 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 бег, да, легкая атлетика. Допустим, такие виды, да, как бег, виды на выносливость, когда есть секундомер, судья останавливает секундомер, виден результат. Тут никакого субъективизма оно не может быть. А вот если мы возьмем силовую гимнастику, там, подтягивания, отжимания, то уже как судья усмотрит нарушение, увидит, когда потянулся, зафиксировал, была фиксация, не было. Правильно добернулся в исходное положение. То есть каждый человек, он индивидуален, он... И задача судей увидеть эти особенности. У кого-то есть проблемы, допустим, ограничивающие движение где-то в суставах. И... То есть это все равно не помеха, ГТО все-таки для всех, я так понимаю. Конечно, ГТО для всех. И в этой ситуации надо давать возможность. ГТО – это именно физкультура, это то, что делает нас здоровыми. Ну вот давайте про физкультуру в общем поговорим. Как у нас в Амурской области сдают нормативы ГТО, кто активней? Ну, изначально, наверное, и сейчас эта тенденция сохраняется, это, конечно, школьники. Но здесь понятно, да, школьники обычно, особенно выпускники, это завтрашние студенты, которым знак ГТО нужен для поступления, потому что... Дополнительные баллы дают. Потому что, да, он дает дополнительный балл. То есть если раньше дополнительные баллы приносил только золотой знак, то сейчас по просьбе, опять-таки, специалистов центров тестирования, региональных операторов, было принято решение начислять дополнительные баллы за знаки разного достоинства. Ну, как мы знаем, это бронза, серебро и золото. Ну, а что касается более старшего поколения, то здесь у нас как? Более старшее население, оно не так активно принимает участие в сдачах нормативы ГТО. У них стимуляции нет. Нет стимуляции, да. И, опять же, в Казани мы разбирали эти вопросы. И во многих регионах есть система мотивации работников, когда за серебряный, за бронзово-серебряный-золотой знак делают премии. То есть люди получают денежную стимуляцию. Да, и это, безусловно, стимулирует. В нашей стране это основная стимуляция. Что работодатель должен понимать про этого сотрудника, который сдает ГТО для того, чтобы действительно быть заинтересованным в процессе? Ну, человек, сдавший нормы ГТО на знак отличия, это, в первую очередь, человек физически подготовленный. То есть это работник, который способен выполнять больший объем работы. Не болеет так часто. Не уходить на перекуры. Да, да. Ну, то есть действительно тут сплошные плюсы. Вообще в Благовещенске, вы говорите, такого нет. Ну, хоть где-то есть у нас положительный пример? То есть хоть кто-то стимулирует своих сотрудников? Нет, сказать, что совершать совсем такого нет, сказать нельзя. Например, тоже в течение трех лет мы работаем с преподавательским составом Благовещенского государственного педагогического университета, которые заинтересованы в выполнении нормы ГТО, потому что их стимулируют, им доплачивают денежные какие-то премии за наличие знака. Тем более, например, в принципе, это не так, наверное, не так дорого. Это выходит работодатель. Почему? Потому что это в основном шестая, седьмая, там, восьмая ступень, которая длится практически 10 лет. То есть человек, там, не знаю, в 22 года выполнил нормативы ГТО на золотой знак, получил свою денежную премию и, там, до 30 лет… Он ничего не знает. Да, то есть он может подтверждать, конечно, свой знак, он может следить за своими результатами, да, сравнивать, потому что в личные кабинеты мы их выгружаем. Но знак, там, второй, третий, четвертый золотой знак, ему уже не присваивается. Вот так вот работодатели задумаетесь. Это действительно очень хороший способ простимулировать сотрудников. Поэтому сейчас вот еще одна тема, которая была затронута на курсах, это увеличение ступени. Насколько мы знаем, сейчас у нас 11 ступеней комплекса ГТО. Так как как раз-таки шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая ступени затрагивают почти там в 9-10 лет, это неудобно человеку, который там, опять же, 18 лет сдал, получил знак и ждет, пока ему исполнится 30 лет. Опять же, говорили про систему, про бонусную программу, как еще стимулировать. Ну и один из вариантов – это увеличить количество ступеней, чтобы вот разделить как раз-таки вот эти ступени на 2, на 3, ну, наверное, на 2, скорее всего, это будет сделано. То есть хотя бы через 5 лет. Да, хотя бы через 5 лет. То есть физическую форму, тут в прекрасной форме опять подойдет. Здесь слишком много. Это очень много, конечно, и поэтому люди, которые как бы этой информацией не обладают, начинают сдавать и ждут. И мы им объясняем, ну вот у вас уже есть знак, второго уже не будет, и люди разочаровываются. Знаешь, что еще фестивали планируете проводить, да? Это тоже такая форма, которая, в принципе, в стране у нас есть уже, да? Еще одна из форм привлечения более зрелого населения, потому что, как правило, фестивальные движения организуются с целью общения людей, получения взаимодействия, получения какого-то опыта. Положительных эмоций. Положительные эмоции, да. Ну, будем надеяться. У нас действительно благовещен город очень спортивных, замечательных людей. Каждый раз смотрю, вредных привычек становится все меньше. Мне кажется, по крайней мере, обывателям. А спортсменов становится все больше. Поэтому, дай бог, что поток этот все-таки будет. Вам спасибо большое за интересную беседу. Я напоминаю, что сегодня мы общались с руководителем центра тестирования ГТО Николаем Платийцыным, а также с специалистом этого центра Ольгой Смолич. Вы смотрели «В центре внимания». До встречи в эфире. До встречи в эфире.